Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о вирусах. Сегодня это самая популярная тема, коронавирус. А давайте обратимся к ученым, чтобы не гадать. Александр Григорьевич Чучалин, главный пульмонолог страны, академик раны, основатель НИИ пульмонологии, да, из клиники Пирогова. Значит, что он говорит? Обработано 74 тысячи историй болезней, у всех была ринарея. Ринарея, это значит обильное выделение вот таких гнойных, слизистых, водянистых испражнений из носа, из носовой полости. Биологическая мишень вируса, это эпителиальная клетка, эпители. Биологическая мишень вируса, эпителиальная клетка. Далее, нос. Нос, это мишень. Дальше, оруфарингентальная область. Теперь дальше, трахея, трахея далее. И мелкие бронхиолы. Это бронхит, так называемый бронхит. С детских лет у нас здесь огромное количество гноя. Естественно, он будет вырабатывать такие вещества, которые просто поражают нашу иммунную систему, а мы никогда этому не уделяем никакого значения. Итак, это ведет к резкому срыву иммунитета. Понимаете, все происходит медленно. Первый этап. Значит, вирусимия, безобидная простуда. 7-9 дней, ничего особенного не происходит. Дальше, с 9 до 14 день, значит, ситуация меняется. Формируется вирусно-бактериальная пневмония. Вот, это значит с 9 до 14 дня. Дальше, поразив эпителиальные клетки в анатомическом пространстве и дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов. Бактерии, населяющие вот эту оруфарингентальную область. То есть, здесь уже действует не только вирус, здесь действуют бактерии, чтобы вы знали. То есть, мы уже широко более осведомлены и мыслим по-другому. Значит, в нижних отделах легких появляются бактерии, а не только вирусы. Смотрите, в нижних отделах легких никогда не бывает ни бактерий, ни вирусов. Там неприкосновенная среда. Там создается среда, в которой ничего не может быть патологического. Это иммунитет. Это очень сильная субстанция. Туда проникнуть невозможно. Но, тем не менее, с помощью вот этих комбинаций гнойных мешков, стрессов и так далее, туда проникают бактерии и начинается уже беда. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Значит, в нижних отделах легких появляются бактерии, а не только вирусы. Сначала легкое недомогание, а потом кашель усиливается и появляется отдышка. А это уже очень опасная ситуация. Кашель и отдышка. Затем начинается респираторный дистресс, синдром. То есть это шок. Дышать становится трудно и человек помещается на искусственное дыхание с помощью машины. Вот. И также с помощью лекарственных препаратов. Затем происходит что? А затем у 50% происходит заселение грибами легких. 50% на искусственной вентиляции легких даже получает затем заселение грибами. Почему он не говорит и никто не говорит? Я вам скажу почему. Потому что больные употребляли пищу, которая способствует росту грибков. То есть снижение иммунитета в любом случае. О питании никогда никто не говорит в медицине. Это только в современной медицине, ультрасовременной. В медицине начали говорить о питании. Сегодня ультрасуперврачи. Ну хорошо, дальше. Грибы появляются тогда, когда наступает глубокая иммуносупрессия. Иммуносупрессия это такое состояние организма, когда рушатся некоторые каскадные механизмы иммунитета. А как сделать так, чтобы они не рушились? Я вам говорил, около 30 роликов моих посвящены этому. Вы никогда не посвящали этому никакого значения. Иммунолог господин Городицкий много раз говорил нам, как повысить каскадные звеньи цепи, какими продуктами питания. Я вам об этом говорил уже. Так, грибы появляются только тогда, когда наступает глубокая иммуносупрессия, то есть выпадение нескольких звеньев иммунитета иммунного ответа. Так вот, смотрите, даже возьмем 90 тысяч китайцев, которые вылечились. И что будет в течение года? Если они не поменяют свое питание, они его не поменяют. У них произойдет фибролизация легких, частичная и сильная. То есть легкие превратятся в такой вот, как вам сказать, как вот жженая резина. То есть есть ли способ выжить? Конечно, есть. Просто мы сейчас говорим о другом. Если вам это интересно, я выпущу второй ролик. Что делать? Как? Зачем? Почему? Вы должны сосредоточиться на своем носе. Здесь огромное количество в пазухах гноя. Я думаю, что у 100% людей, у всех это есть. Следующее надо убрать, надо сделать, надо заселить, надо дать специальной мази, которая будет предохранять эту область. Туда никто не может зайти. Тогда, может быть, нам повезет. И самое главное, видите, я все это вам декларирую с помощью медицины. Никакого самолечения, никаких народной, шмародной там. Нет, чисто медицинская терапия. Медицина, народная медицина, альтернативная медицина, все вместе в конгломеративе, в синергии дадут, конечно, положительный результат. Если вам интересно, ну, посмотрите. Следующий ролик будет Коронавирус-2. О, кстати, что это такое? Я сейчас очищаю кровь, чтобы она была бактерицидной. Если у меня кровь бактерицидная, здесь не будет никаких захоронок. Какие могут быть захоронки, когда у тебя кровь является главным лекарством? В нашей крови есть все лекарства мира. Просто надо уметь их высвобождать. Ну, ладно. А это что такое? Это пижма. Да, я потихонечку, по цветочку съедаю ее 3 раза в день. Великий чистящий крови. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафьи Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке 2 месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. снова чтобы отшielся в нужный ролик. Смотрите.